Далее. Сканер превращает цвета в электрический импульс, чтобы создать идеальную цифровую копию изображения. Сканер превращает любое изображение, положенное на стекло в цифровой формат. Он оцифровывает картинку точкой за точкой и передает информацию об оттенке в каждой точке на запоминающее устройство или компьютер. Компьютер обрабатывает всю предоставленную информацию и вводит на экран идеальную копию изображения. Но как сканер определяет оттенок цвета в каждой точке фотографии? С помощью простого белого света. Сканер пускает белый свет и запоминает пришедшее от изображения отражение в виде цифрового кода. Это позволяет ему отличать более миллиарда цветов. Это даже больше, чем может различать человеческий глаз. Впечатляет. Но как это работает? Перед вами сканер, стекло, мотор, направляющая лента, сканирующая головка с сенсором и сканируемая фотография. Сканирующая головка двигается вдоль ленты, получая фотографию ярким белым светом миллиметр за миллиметром. Свет отражается обратно в светочувствительную головку, где сенсор записывает его оттенок в виде набора цифров. Разберем его, чтобы узнать, как он это делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все начинается с белого света, который содержит себе весь, веримый, спектр излучения. Когда этот свет попадает, к примеру, на красную точку, поглощается весь спектр, кроме красного, который отражается обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другими словами, когда луч падает на точку, отражается только та составляющая спектра, которая идентична этой точке. Луч проходит через сложную систему зеркала и попадает на рассеивающую линзу, которая разделяет его на три составляющие. Этот разложенный луч попадает в световой сенсор, главную деталь сканера. Именно там определяется наличие и количество того или иного оттенка в точке изображения. Первый луч проходит через красный фильтр, второй луч через зеленый, а третий луч через синий. Каждый фильтр пропускает только свой цвет. В результате сканер определяет количество трех основных цветов в каждой точке изображения. Почему именно эти цвета? Потому что именно эти цвета в своем сочетании могут образовать любой оттенок видимого спектра. Сканер записывает формулу создания цвета к каждой точке с помощью трех каналов. В каждом канале стоят светочувствительные элементы. Чем интенсивнее свет, им сильнее вырабатываемый ими импульс. Так сканер узнает, сколько и какого цвета нужно, чтобы воссоздать ту или иную точку изображения. Светочувствительные элементы слишком чувствительны. Они могут отличать до 10 тысяч оттенков по интенсивности отраженного сила. Именно так сканер различает такое количество оттенков, которые не может отличить даже человеческий глаз. Сканер. Он раскладывает отраженный свет на три канала и определяет количество каждого оттенка. Потом переводит количество в мощность электрического импульса и создает цифровую копию изображения. Продолжение следует...